44,5 миллиона рублей краевых и федеральных средств направят в новом году на развитие спорта. Деньги в первую очередь пойдут на ремонт девяти сельских спортивных залов и создание десяти спортивных клубов. Об этом пишет Политсибру. Распоряжение подписал губернатор региона Виктор Томенко. Сейчас формируют перечень объектов, которые войдут в программу. Проект детский спорт реализует в крае уже пятый год. За это время его участниками стали 100 образовательных организаций из 59 районов. Всего за два месяца в Барнауле построили храм, осветили купол накануне. Установили крест на месте будущей церкви еще в августе 2015 года, а строить храм имени иконы Божьей Матери и взыскания погибших начали в начале октября. Внутреннее обустройство еще не завершено. Вскоре здесь появится иконостас. Несколько дней назад митрополит Барнаульский Алтайский Сергий осветил накопольный крест. Церемония прошла внутри помещения из-за морозов. Об этом сообщают аргументы и факты на Алтае. Жители региона предупреждают об опасности тонкого льда. В особой группе риска рыбаки и дети. Как пишет московский комсомолец на Алтае, если не соблюдать правил безопасности, можно провалиться. Лучше всего в это время года вообще не выходить на водоемы. Спасатели объясняют, до наступления устойчивых морозов лед крайне непрочен. Относительно безопасным, способным выдержать вес человека, считается толщина не менее 10-15 см. Обычно люди проваливаются на больших водоемах, где есть течение или сильные ветра, которые долго не дают льду сформироваться, и он распределяется неравномерно. Спасатели объясняют, что угодивший под лед человек сначала испытывает шок, дезориентацию в пространстве и начинает лезть вперед или в сторону. Важно помнить, что самый твердый лед – тот, по которому пришел. Поэтому выбираться нужно по пути входа. Ну и главное – не поддаваться панике. Елочные базары откроются в Барнауле 15 декабря. Новогоднюю красавицу там можно будет купить за 500 рублей. Полную карту елочных базаров размещает Комсомольская правда на Алтае. Всего в Барнауле обустроят 72 площадки, где можно будет купить пушистую красавицу. Следить за легальной торговлей будут сотрудники администрации и полицейские. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова